Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным местам священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от двух текстов, это Евангелие от Луки 2, 22 и книга «Песнь-песнь» 4, 7, мы зададимся вопросом, зачем надо было соблюдать дни очищения при Святой Деве Марии? Десять, да зачем? Почему? Это человек обычный, в беззаконии зачинается, в грехе рождается. А какая же скверна могла коснуться Девы Марии, иначе зачем она соблюдает дни очищения? Сначала прочитаем Евангелие от Луки 2, 22 стих. «А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его, то есть младенца Иисуса, в Иерусалим, чтобы представить пред Господа». Есть в Библии книга, которая называется «Песнь-песней». И в этой книге, 4 глава, 7 стих, есть слова, которые относятся одновременно и к Церкви, которая святая, соборная, апостольская, и к Пресвятой Деве Марии. Мы уже с вами увидели, что некоторые библейские образы, метафоры, они связаны и с Церковью, и с Пресвятой Девой. Целиком этот стих, это с 1 по 7, 4 главы, но мы прочитаем только 7. «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». Если мы верим в Деву Марию, как в Пречистую, никакого пятна не было на ней ни до Рождества, ни в Рождестве, ни после Рождества. Ибо мы исповедуем ее, пресно Дева Мария. Что пишет Блаженный Феофилакт, отвечая на этот вопрос, на это недоумение? «Хорошо сказал по закону Моисееву». То есть они пришли по закону Моисееву. Помните, Иисусу Христу не надо было креститься. Иоанн Креститель крестил в оставлении грехов, в покаянии. И когда Христос пришел креститься, чтобы исполнить всякую правду, Иоанн даже отговаривал его. Но Христос сказал, мне надлежит исполнить всякую правду. Так и Дева Мария поступает, чтобы исполнить всякую правду, не по нужде или необходимости. Поэтому Феофилакты пишут, хорошо сказал по закону Моисееву, ибо поистине Дева не имела необходимости ожидать дней очищения, которых в случае рождения мужского пола было сорок. В законе сказано, женщина зачнет и родит младенца мужеского пола. Это Левит, 12 глава, 2 стих. А Дева зачала, пишет Феофилакт, не от семени, но родила от Духа Святаго. Вы видите, какая существенная разница. Жена, она зачинает от мужа, от мужского семени. А Дева зачала не от семени, но родила от Духа Святаго. И сказано, и рождаемый святым наречется. Феофилакт продолжает. Поэтому она не имела необходимости, а пришла во храм по желанию исполнить закон. Как и Христос идет креститься, чтобы исполнить всякую правду. Феофилакт продолжает. Почему же в случае рождения мужеского пола дней очищения 7, а женского вдвое? Имеется в виду очищение кровей, а вообще очищение это 40 дней, для девочек больше. Если женщина, сказано, зачнет и родит младенца мужеского пола, то она нечисто будет 7 дней. Если же она родит младенца женского пола, то во время очищения своего она будет нечисто 2 недели. Это опять отсылка к книге Левит, 12 глава, 2 и 5 стих. Потому что родившая мужеский пол вводит в мир другого Адама. Адам был прообразом Христа, а родившая женский пол рождает другую Еву. А про матерь Ева сосуд слабый и малосильный, сосуд глиняный, разбитый, трость обломана наставницу прислушания. Вот такое интересное объяснение дает Феофилакт. Также он пишет. Слова закона, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложе сна, был посвящен Господу, об этом говорится в книге Исход, сбылись, собственно, на одном Христе, только в Христе. «Ибо он сам разверз ложе сна девы, тогда, как у прочих матерей, ложе сна разверзает мужчина в день брачной ночи». Значит, некоторые тексты закона Божия, они относятся только ко Христу. «А он разверз ложе сна девы, выходя из ее чрева, не разрушив ложе сна. Как дверями затворенными он вошел в сионскую горницу, как дверями затворенными девству своей матери он вышел из нее, не нарушив ее преснодевство». И еще интересное объяснение тоже по блаженному Феофилакту. Закон, книга Левит, 12 глава 6 по 8 стих, повелевал приносить пару горлиц в показания того, что деторождение от чистого супружества, ибо о горлице говорят, что она целомудренная птица, так что, лишившись своего самца, с другими не совокупляется. Если же родители не имели горлиц, то приносили двух птенцов голубиных, чтобы жизнь сего детяти послужила к многочадию, ибо голубь – птица многоплотная». Конец цитаты. То есть понимание евреев того времени не обязательно может соответствовать, скажем так, зологической реальности. «Голубь» и «Голубка» сохраняют верность друг к другу, и этот символ присутствовал в таком принесении жертвы в день очищения рожденного ребенка на 40-й или на 60-й день, в зависимости от того, кто родился, мальчик или девочка. Итак, сегодня мы рассмотрели еще один вопрос. Это интересный был вопрос. Зачем Дева Мария соблюдала Дни очищения, если она присвятая? Мы увидели интересные ответы блаженного Феофилакта. Я напоминаю, что блаженный Феофилакт не был самостоятельным автором. Он всегда брал комментарии от отцов церкви, от древних отцов церкви, которые жили в более древние, поздние времена. Чаще из Златоуста. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вам вовремя получать информацию о наших беседах. И берегите себя. Спасибо вас, Господь!